ребята всем привет с вами димас оператор антон и сегодня мы будем для вас готовить мясную сборную солянку погодка сегодня хорошая я надеюсь нам повезет мы успеем все приготовить вот сегодня мы будем использовать естественно мясо потому что солянка мясная это свинина у нас на косточки вот мы чуть заранее порезали здесь вот это будем варить на этом будет как бульон нас это основа вот так же будем использовать разные копчености сосиски сардельки бекон как бы сардельки разные также будет использоваться у нас карбонат вареный копченый естественно соленые огурцы и куда без них томатная паста здесь у нас рассол немножко лимона для кисло кислинки и естественно один из самых тоже главных ингредиентов в солянке это репчатый лук его в нем побольше вот и оливки у нас как бы тоже интересный ингредиент нет каперсов но вот есть оливки они тоже дадут свой интересный вкус и аромат нашей солянки так что не будем медлить и приступим к нашей нарезке начнем с лука уже даже осы посмотрите пчелы прилетели лимоны свежие лимоны что значит весна все просыпается прямо на глазах уже птички петь начинают сегодня прошел небольшой дождь ну как небольшой у нас как всегда он обходит нашу местность именно нашу деревню стороной какая-то какая-то аномалия у нас здесь есть вот я думаю достаточно и вот мы нарезали почти ведро у нас приступим нарезки мяс начнем с карбоната нашего ну возьмем половину я думаю чем больше чем вкуснее и где-то пол сантиметра смотрите с косточкой с жилками отлично хороший запах тоже местная рязанская мясофабрика мясокомбинат как бы хорошо что не все продукты везут с москвы и тому подобное что-то есть еще в рязанской губернии свое свои производства вот и будем нарезать наверно так брусочками все грудиночку нарезали сразу бекон нарежем вот приступаем нашим копченым колбаскам как мы прочитали они называются интересное название кабанасы возможно здесь есть кабан кто знает сейчас как раз сезон охоты только непонятно он есть или его нет в связи всем известными обстоятельствами с карантином возможно его отменили не используем сегодня не курятину и нет говядины с бараниной у нас свинина в основном ну где-то может быть а ну шпикачки хотя вот шпикачки они говяжьи вот и остались сосиски сосиски обычные молочные тоже режем вдоль как бы не будем ничего придумать все уже до нас придумано для как говорят для вкусного для вкусного приготовления еды обязательно нужно хорошее настроение вот но проработав какое-то количество времени вообще пить и я понял что ну настроение не главное главное что здесь душе когда ты готовишь с душой даже если у тебя настроение скажем мягко не очень сегодня не удалось как говорится стал не стой ноги допустим это не показатель показатель то что год ты готовишь еду с душой самое главное вот сосиски мы тоже нарезали при нарезаем огурчики вот если довольно таки крупные мы нарезаем на четыре части и дольками режем опять же чтобы было у нас все ингредиенты были похожи как бы и по форме и будем стараться по нашим размерам ну вот огурцы тоже нарезали добавили укроп и рассол вот осталось у нас нарезать только оливки маслины вот ну их вообще можно произвольно нарезать полом даже вдоль они так мелкие маслины с косточкой так чтобы просто просто раздаем и как бы все последствия вытаскиваем их даже резать не надо удаляем косточку так что все готово переходим обжарки лука и копчености к нашему мангалу и казану ну что перешли мы к нашему мангалу казан уже прогрелся может быть вы видите как от него идет уже в небольшой дым вот наливаем наше масло растительное естественно используем вот я думаю начнем жарить да если можно спасибо большое вот начнем жарки с лука как мы выкидываем достаточно смело ну вот у нас лук обжарился и мы добавляем томатную пасту где-то 3 столовые ложки и обжариваю вот снимаем все вытаскиваем с нашего мангала можно все обжарить вместе копчености вот мы решили так не делать добавляем наши копчености вот смотрите как шикарно у нас обжаривается наша нарезка интересные вот эти кабаносы сосиски оказались но они прям супер копченый действительно обжаривая все по отдельности лук копчености вы ускоряете процессом ну как бы кажется с одной стороны что это все долго вы обжариваете лук вы обжариваете копчености а если вы все обжарили бы вместе у нас получилось бы не обжарка мы пассировали и как бы варили бы это все а здесь вы именно обжариваете как бы даете вот этот запах и вытапливаете лишний жир который в итоге потом в суп попадешь и раскрываете вкус полноценный копчености как бы что нам и нужно данной ситуации чего мы пытаемся добиться вот у нас почти готова еще буквально несколько минут так что добавим кориандр вот небольшой глость кориандра но и немножко замнем я думаю нам он точно не испортит суп а только придаст интересную изюминку но опять же это кого на любитель кому как нравится многим кориандр вообще не нравится из того что не нравится кинза но это две большие разницы свежая кинза и семена кориандра это реально небо и земля вот так же добавим сразу наши копчености маслины оливки и один чили будем резать потому что он будет острый а так он отдаст немножко своей пикантности ну прямо пол минуточки и все готово будет снимать переходить свинины и будем варить бульон горячий аккуратно и сразу прямо обжариваем спасибо наш свинину обжариваем до золотистого цвета чтобы главное это будет для бульона чтобы нам колернулось и уже будем заливать водой варить вот на мясо хорошо свинина обжарилась колернулась сейчас будем добавлять воду я вам напоминаю вас из нашего источника природного святого так что будет очень вкусно заверяю вас ну валяем литра три четыре кидаем дрова ждем пока закипит вот постоянно снимаем пенку соль не надо добавлять в процессе немножко добавить опять же заметить что не будем добавлять скорее всего потому что у нас все соленые все копчености добавим точно в конце все все накрываем крышкой и ждем примерно около часа увидимся ну что ребята вот прошло у нас полчаса у нас все кипит мы постоянно снимали пенку вот опять же добавили чуть-чуть воды вот так как вода выкипает вот полчаса прошло примерно у нас и где-то еще вариться в районе этого примерно так что уже добавляем наши огурцы вот сюда порезал лимон снял цедру предварительно и чеснок 4 зубчика раздавил вот добавляем все примерно это где-то течение получаса еще поварится как раз огурцы наши соленые немножко потомятся и мясо дойдет чеснок лимон как раз будет в тему так что накрываем крышкой и ждем примерно полчаса опять же будем снимать пенку ну и смотреть за процессом приготовления отлично как всегда для вас по прошло прошло какое-то мгновение а для нас безумные часы ожидания вот и добавляем наш лук мы его обжарили заранее же добавляем наши копченость вот размешиваем у нас у получился чуть густой отличный супчик ну как и солянка она такая должна быть густая потомиться у нас где-то минут 57 все ингредиенты отдадут все вкусовые качества в бульон своим но мы сейчас добавим интересный интересный ингредиент который прибавит вообще в этом блюде много чего интересного вкусовые качества и бульона тоже добавляем помидорный рассол и такое же количество огуречного рассола это нам придаст во первых больше как бы это сама сама понятно и добавит нашим огурцам и вообще к нашему блюду нашей солянки пикантность потому что огуречный рассол на огуречный рассол а помидорный рассол он помидорный рассол они сами по себе очень разные другом больше не будем подкидывать соляночка у нас быть томится вот сейчас мы пробуем что у нас получилось рассолом я заметьте я и специи только добавил чеснок лимон и кориандр когда мы обжаривали наши копчености соль сахар и другие специи я ничего не добавлял это возможно все есть рассоле пробуем отлично 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 рассол дал вот эту вот эту изюминку свою естественно здесь мало соли в принципе достаточно сахара вот и добавляем специи добавим соль вкусная соль адыгейская ну где-то столовую ложку пока для начала добавим кавказского нашего соуса нарисуем скрипичный ключ это реальная пушка бомба просто шедевр также добавим лаврового листа два три суда и два вагоне ответить добавим наши свежий нос сушеной зелени 10 и 11 до 400 перцев перец горошком все мешаем и пробуем на соль идеально божественный вкус все сочетается быстро удаляем наши угли мы убавили наш огонь на единичку и ждем буквально пару минут сейчас он потомится вот ребята мы сварили нашу мясную солянку смотрим как она у нас выглядит она великолепно очень красивая минимум жира сверху но как бы это все снимается вот мы себе налили уже тарелочку пробуем как она у нас на вкус берем все вместе у нее прям слюнки слюноотделение вообще нормально работает пробуем ребята это бомба это просто пушка бомба это шикарный суп если вы это не приготовите я просто я обижусь на вас он такой кислый это просто сказка невозможно остановиться но это сделать надо так что мы сегодня для вас приготовили прекрасное блюдо прекрасный суп обязательно обязательно ешьте первое блюдо жидкое это главное что есть у нас обед обед жидкая вы из жидкого блюдо это и главная составляющая нашей жизни всем вам здоровья добра и мира с вами был димас наш прекрасный оператор антон все увидимся всем хорошего настроения